После долгой работы и полугодового простоя в холодном неотапливаемом гараже ферма представляла из себя достаточно грустное зрелище. Точнее даже не грустное, а грязное. Все было покрыто пылью, кое-где потекла термопаста. В общем было принято решение разобрать ее и проводить полную профилактику с разборкой всего что можно. Аккуратно ряд за рядом были сняты все видеокарты. Каждый пучок проводов соответствующей определенной видеокарты был связан и закреплен к раме, чтобы потом не путаться. Также была демонтирована материнская плата и ее блок питания. А теперь друзья я переберу аналогичную видеокарту от фирмы Gaming Pro, у которой отводились обе центральные накладки на оба пропелли. Ну и судя по тому что ничего не заклинено и они ниоткуда не торчат, значит они просто упали на пол. Значит будем считать что нам повезло. Вот такая вот плата от Gaming Pro. Вот видите здесь только клей остался и здесь тоже клей. Все крутится, вроде нигде не видно прокладок. Приступаем к разборке. Отодвигаем замочек. Снимаем рейзер. Рейзер как всегда на чистку, но здесь не очень грязный. Лучше всего класть проводами от себя. Вот так вот. Итак, четыре винта процессорных. Как мы уже знаем 12 мелких винтов крепящих крышку. Так сменю отверточку, возьмем помельче. Снимаем крышку. Пружинистую прокладку. Откручиваем два вот этих пинта. Страгиваем плату. Поднимаем ее. Подключаем провода. Три разъема. Откручиваем. Раз, два, три, четыре винта, которые стягивают этот бутерброд. Страгиваем. Продолжение следует... Продолжение следует... После промывки бумажкой для начала стираем засохшую термопасту. И с радиатора и с зеркальной части процессора. Продолжение следует... Окончательную очистку производим спиртом. Продолжение следует... Радиатор тоже очищаем до блеска. Видите? Сборку ведем в обратные последовательности. Сначала в блок вентиляторов кладем радиатор. Радиатор кладем... Вот, смотрите как. Вот видите, у меня вырез под провода. Он только с одной стороны. Вот на него и ориентируемся. Отлично выглядит. После надеваем рамку. На рамке вот есть вырез. В который надо вставить все разъемы. Положите ее аккуратно на этот бутерброд. И четырьмя винтиками. Соедините вот раз, два, три, четыре. В углублениях винтики. Чтобы не падли. А низ отвертки я сразу открою вам секрет. Чуть-чуть вот касаюсь термопасты. И они тогда отлично держатся. Продолжение следует... Здесь маленький секрет, как закрутить эти винты. Когда вставили вот так вот наугад. Сначала крутаните против часовой стрелки. Буквально на четверть оборота. Вот. До первого щелчка. И дальше уже закручиваете. Эти винты можно сразу закручивать до упора. Теперь надеваем разъем. Видите? Один корпус разъемный соскочил. Это ничего страшного. Просто на пустовые те же дырочки. Вот так вот. Вставляем его. Вот. Вставили. Самый маленький разъем трапециевидный. Так что не перепутайте, как вставлять. Черный разъем тоже по-другому не вставишь. Так, все разъемы вставлены на место. Теперь наносим термопасту. Процессор обычно 5 точек. Ой, иногда сбои бывают. Ну и вот. В этот раз мы не меняем. Тема прокладки. Так что чуть-чуть касаемся. Совсем немножко. И аккуратно кладем плату на место на радиоатор. Ориентируясь на вот эти вот. Смотрите, вот на вот эти выступы. Винтые крючки. Смотрите как. Вот, раз. Все. Вставлены на место. Теперь берем пружинскую вставку, рамку. И закручиваем процессорный метр. До конца не надо их тупо тянуть сразу. Немножко нажимаем. И аккуратно кладем плату на место на радиоатор. Ориентируясь на вот эти вот. Смотрите, вот на вот эти выступы. Подвинутые трубочки. Смотрите как. Так вот смотрим. Вот, раз. Все. Встали на место. Теперь берем пружинистую вставку, рамку. И закручиваем процессорные винты. До конца не надо их тупо тянуть сразу. Немножко нажимаем. А потом, подвигив немножко, чтобы она встала на место, затягиваем до конца. А потом, подвигав немножко, чтобы она встала на место, затягиваем до конца. Итак, честно признаюсь, забыл поставить вот эту рамку на процессор. Заодно проверим, как легла термопаста. Отлепили. Подняли. Все, термопаста равномерно легла. Пойдем в рамочку. Рамочку пойдем вот так вот. Смотрите. Вот этими прорезями. Вот так вот. Все. Обратно кладем пружинистую рамочку. Сначала нажимаем, как я говорила. В этом состоянии полузручно покачиваем, чтобы она встала на место. И затягиваем до конца. Теперь закручиваем два винта на задние стенки. Задние стенки. Задние стенки. Так, и нам осталось закрутить 12 винтиков. Кладём крюшечку, кладём крюшечку и погнали наши городских. Теперь показываю, как чистим контактики. Берём листочек. Вот так вот. И листочком бумаги. Если внимательно смотреть, сами прямо увидите, как они становятся идеально блестящими. Вот. Видите, какая грязь. Это просто окисл. Это даже не грязь, а просто окисл. Разъёмчик становится красивым. Вот и всё. Хорошо, что вот эти наклеечки никуда не упали внутрь, не застряли и ничего не повредили. Всё. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует.